Друзья мои, приветствую вас на своём канале. Очередной прогноз с 23 декабря по 29 декабря 2019 года. Мы приходим к завершению этого года. Скоро будем праздновать Новый год и строить планы. И дай бог, чтобы они у вас осуществились. Итак, овен. Овны, конечно же, вы будете более яркими. Особенно там, где вы работаете, где вы находитесь. То есть, ваше окружение полностью в вашем распоряжении. Вот такая вот туфтология. Они будут вами восхищаться, они будут говорить вам комплименты. Что касается снов, интуиции, каких-то любовных проблем, если они есть. Я хочу сказать, что оно всё каким-то образом разрешится. С родственниками вы контакты наладите, сможете помириться. Если не помириться, то сделать вид, что ничего не происходит. На что хочется обратить внимание, это прежде всего на здоровье, на энергетику вашу, потому что она настолько истощена, и вы в Новый год можете войти, например, с какой-то инфекцией. То есть, с банальной простудой. Поэтому, конечно же, займитесь своим здоровьем. Я думаю, что не стоит через силу отдаваться какой-то работе, особенно если это сложный какой-то проект. Его вообще можно было бы отложить на Новый год или же на после Нового года. Я говорю, почему на Новый год? Потому что на Новый год всё само собой разрешится. В праздники, конечно же, надо отдохнуть. Я говорю о 25 декабря. Наши праздники православные будут несколько позже. Можно сходить дамам к парикмахеру, косметологу, мужчинам к массажисту. Можно посетить баньку. А почему и нет? Всё прекрасно. Настроение будет всё равно на высоте, потому что овна погасить, вот даже если он уже вообще истощён, просто невозможно. В личной жизни у вас всё хорошо, мелочи вас больше не беспокоят, мелкие ошибки тем более. Ну, одиноким овнам хочу только одно сказать. Мои хорошие, поднимите голову, поднимите свои глаза, посмотрите вокруг, сколько интересных дам. И в конце концов, где-то среди них вы увидите или же найдёте вот такую вот просто внезапную свою любовь. Удачи, мои хорошие. Тельцы. Тельцы, мои хорошие, могу вас поздравить. Эта неделя будет для вас неплохая. Во-первых, у вас будет больше свободы. Вы можете почувствовать себя не просто свободными, но и расслабленными. Праздники, а я сейчас имею в виду 25 декабря, это время, когда, конечно же, надо принимать гостей, надо радоваться. Несмотря на то, что мы православные, а православный народ, он празднует все праздники, поэтому надо просто успокоиться и ни о чём не беспокоиться. Потому что самое главное – это те люди, которые будут находиться с вами. А люди, которые могут находиться с вами, или вы будете находиться среди тех людей, среди которых обязательно появится некий человек, который может подсказать вам некую идею, возможно, для работы, возможно, для какого-то дополнительного заработка, а возможно и просто даст какой-то… Может быть, для него, для того человека он покажется пустяшным, но для вас очень важным советом. Планеты вообще очень как бы приветствуют и благоприветствуют каким-то новым идеям, планам, которые могут посещать вас на этой неделе. Конечно же, они будут нарушать некоторые планы или же схемы, которые вы уже, ну, как сказать, спланировали, но, тем не менее, время достаточно неплохое. Например, с 23 по 29 вот эта неделя декабря возможен даже приток неких денег. То есть, поэтому покупать кошельки не надо, мы унесем в карманах, главное, чтобы было что-то нести. Самое главное, что не отказывайтесь от всего, что вы кому-то обещали, где-то что-то доделывайте, наводите порядки, потому что ваше мнение, ваш труд, ваше участие, оно… Вот, может быть, кто-то может где-то отлынивать, вам нельзя, вы слишком заметная фигура во вселенной, давайте так я вам скажу. Что касается личной жизни, смело выражайте свое мнение, объясняйтесь в любви, в уважении, может быть, если это не близкие люди. Ну, что касается Рождества, то я, опять же, это 25 декабря, то вообще вот я уже сказала, что этот рождественский праздник обязательно он вам что-то принесет, несмотря на то, католиковый или православный. Здесь вот просто вера не играет никакой разницы. Ну и, конечно, возможны какие-то приятные, счастливые, хорошие встречи, новости. Если, что касается семейных отдел и отношений, то все у вас просто прекрасно, удачи. Близнецы. Ну что, близнецы, пора готовиться к Рождеству, и не только к католическому, но уже пора бы и к православному. Все зависит от того, какое Рождество вы предпочитаете. Вот так, мои хорошие, дожили. Венера вообще в прекрасном таком состоянии, она готова печь пироги, она готова где-то что-то, заготавливать какие-то продукты к Новому году, да. Семья будет ваша в восторге, ваше окружение будет удивлено тем, как вы можете готовить. Ну, можно, в принципе, зайти и в кулинарию, поэтому не расстраивайтесь, те близнецы, у которых что-то где-то еще пока не получается. Что касается работы, то зимних каникул у вас, вообще у вас их может и не быть. Вот каким-то образом так получается, что придется зимние каникулы работать. Но зато вас посетят денюжки, то есть вам за это заплатят. А это тоже неплохо, поверьте, в наше время, вот именно в такое время, на рубеже смены парада планет, вот это вот, вот таких вот значимых праздников, да еще и Нового года, это будет весьма здорово. Друзей у вас много, друзья вас не оставят, они, конечно же, будут вам что-то приятное говорить, будут говорить комплименты, какие-то новости вас посетят. Неделя с 23 по 29 декабря, она вообще будет такая, знаете, романтичная, поэтому вы можете с кем-то знакомиться. Возможно, это знакомство будет достаточно долгим и, в конце концов, перерастет в семейные отношения. Тем более, что уже вот-вот-вот-вот мы уже на рубеже 2020 года, года крысы. А крыса у нас дама семейная, плодовитая, поэтому имейте в виду, можете, скажем так, и зачать ребеночка. Так вот, помимо прочим, или как там лучше, чтобы вас не обидеть, личная жизнь, конечно же, надо проявлять осторожность, к любимым людям, даже к подчиненным на работе относиться несколько более внимательно, что ли, уважительно. Вот, уважительно. Ну, выходные, я думаю, что вы тоже найдете, чем занят, тем более, что в семейном кругу это будет очень кстати, куда-то выйти погулять, может быть, даже пройтись до магазина за хлебом, за кефиром. А почему бы и нет? Удачи, близнецы! Раки. Ну, что, мои хорошие раки, все хорошо, праздники идут, отдых уже вот он маячит, скоро время поменяется немножко, вас чуть-чуть перестанет уже штормить в таком психическом, психологическом даже плане. Поэтому все будет хорошо, гоните мрачные какие-то мысли, свое неудовлетворение, вы становитесь уже более уверенными, упрямыми в себе, в своем окружении начинаете быть уверенными. Ну, я хочу сказать, что, что касается вас, то как вы захотите, так и будет, или что решите, то так и сделаете. Своё свободное время организовывайте так, как вам нравится, посещайте какие-то достопримечательности, торговые центры, потому что пора уже подарки покупать. Только единственное, что имейте в виду, коль вы уж вышли из дома за подарками и вернулись еще за деньгами, тогда лучше вообще не ехать, потому что потратите все, и хорошего ничего можете и не купить. Потому что это прогноз не индивидуальный, а такой общий, и не всем, конечно же, будет вести. Неделя с 23 по 29 декабря позволит вам все-таки заняться где-то что-то, какими-то домашними делами, планировать какие-то новые проекты, возможно, даже где-то поиск какой-то дополнительной работы, подработки. Кстати, очень даже неплохое время, казалось бы, праздники, а почему и нет? У людей хорошее настроение, люди будут как бы предрасположены делать подарки, делать такие широкие жесты. Если кому-то нужна работа, можете попробовать. И не надо стесняться. Самое главное, что соглашайтесь на любую работу. Тогда у вас будет шанс исправить свое положение уже после Нового года. Это здорово. Поверьте, Юпитер, планета счастья, она, конечно же, будет вас подталкивать на какие-то мудрые решения, особенно касающиеся подработки, работы и вообще именно финансов. Поэтому прислушивайтесь к этому. Единственное, что не все раки смогут воспользоваться вот этой первой, скажем, мыслью от Юпитера, или, как говорят, от Бога, чтобы действительно воплотить это, каким-то образом это реализовать. Ну, Рождество вы можете провести в кругу семьи. Не откладывайте и визитов куда-то в гости. Вы можете спокойно к кому-то сходить. Но я хочу сказать, что, коль уж вы выберетесь из своего болота, вот дома я имею в виду, потому что раки все как-то больше дома-дома-дома, то настройтесь на позитив, чтобы не было никаких, скажем, чтобы не было никакого недовольства. Потому что вам все испортить настроение или каким-то образом повлиять на него, ну, просто очень легко. Очень легко и очень часто в этом не виноваты те, с кем вы общаетесь. Просто так, к сожалению, складывается. Удача будет сопутствовать просто всем ракам, поэтому вы можете встретить свою вторую половинку, особенно те раки, которые одиноки, то есть которые не смогли наладить свою личную жизнь. Поэтому давайте вперед. Ну и, кстати, кстати, мои хорошие, это обязательно встретится человек с вашими какими-то интересами, с похожими на ваши интересы, может быть, даже с некой такой мыслительной системой, как у вас. Так что вам будет весело. Удачи! Львы. Хорошие мои львы, я предлагаю забыть о неудачах, о какой-то агрессии, об усталости и вообще о какой-то мести, обидах. Вообще все мысли надо блокировать. Отправлять. Мне просто жалко вашего времени. Более того, даже если есть где-то какая-то недосказанность, если есть где-то какие-то повисшие в воздухе, вот такие нерешенные проблемы, и вы прекрасно понимаете, что этот человек или эта женщина, или этот мужчина, они могли каким-то образом на вас обидеться, даже если вы не были виноваты, сделайте же с доброй волей. Поверьте, вам за это, как говорится, будет олы верды. Оно обязательно вернется. Все ваши окружения, люди, которые будут вам встречаться в этот период, они будут очень контактны, они будут весьма предрасположены к вам. Что касается семьи, то есть вашей семьи, в кругу семьи вы можете прекрасно провести время. В личной жизни хочется пожелать, знаете, такого доверия, доверия и доверия. Растворяйтесь в своих близких, потому что, особенно в своем партнере, я имею в виду интимном партнере, потому что очень много недосказанного, очень много каких-то обид, некой такой агрессии, жесткости, которая от вас исходит. Ну, а что делать кролику, который с вами, простите, делит одну кровать, пусть это муж или жена? Простите, вы, пожалуйста, львы, ну-ну-ну, давайте заканчивайте с этим. Что касается праздников, то праздник вообще прекрасный. Во-вторых, вы еще раз можете, взяв своего партнера под ручку, под мышку, как вам удобно, и куда-нибудь даже сходить в гости. Тем более, что ваша поддержка, именно вот такая, как я сказала, под мышку, под ручку, она очень-очень нужна, потому что вы знак огня, вы должны согреть своего партнера, а не загонять куда-то, как крысу в угол. Ну, и имейте в виду, скоро год крысы. Поэтому крыса, она хоть и маленькая, но нагадить может. Поэтому давайте-ка вот уже буквально на католическое Рождество или до католического Рождества начинайте налаживать мосты со всеми людьми, как близкими, так и далекими. Поверьте, оно очень-очень, как говорится, окупится. То есть это будет и энергетика ваша будет совершенно по-другому себя чувствовать. А во-вторых, вы сами увидите, насколько это приятно. И даже не будет это то время, когда человек, с которым вы будете вести какие-то разговоры, возможно, какие-то примирительные, может быть, речи, на которые вы как бы готовы. Он даже об этом не вспомнит. Он скажет всё сам и будет очень-очень рад вашему звонку, встрече с вами. Ну, и каким-то, наверное, может быть, подарочком, может быть, какому-то кофе, пусть даже и без сахара. Удачи! Девы. Девы мои хорошие. Вы, конечно же, будете заниматься только своими делами, своими планами. Хочется пожелать вам найдите время как бы пообщаться с другими, может быть, родственниками, может быть, друзьями, может быть, знакомыми, может быть, даже с соседями. Потому что хочется тут же сказать, что вот Марс в вашем знаке, конечно же, он будет влиять на некое такое отсутствие чувства меры, что ли, или границ. А Марс – это бог войны, поэтому у каждой девы он будет занимать свою позицию. Но тем не менее он периодически будет как добрым, так и несколько таким, знаете, взбалмошным, то есть готовым на какие-то такие необузданные поступки или же слова. Не таите обиду, избавляйтесь. Здоровье ваше тоже требует внимания, и не просто внимания, мои хорошие, а надо заняться своим здоровьем. Позаботьтесь о себе. Устройте себе несколько дней такого праздничного отдыха, я говорю о католическом Рождестве, неважно, что вы православные. Поэтому не жалейте денег, если они у вас есть, на комфорт и на удовольствие. Ну, вы понимаете, удовольствие – удовольствие, но праздники закончатся, и надо будет, чтобы голова была светлой. Поэтому сохраняйте меру, да, то есть или знайте меру. Что касается Рождества, то, в общем-то, Рождество именно католическое, неважно, католик вы или православное, вот для дев, именно для вас, оно как бы, как будто бы это ваш праздник. Оно вас как бы обнимет и не отпустит. Ну, понимаете, вот будет вот такое вот состояние некой удовлетворенности. Ну, вспомнят о вас старые знакомые, приятели вам будут звонить, возможно, вас куда-то позовут в гости, вы кого-то встретите, идя или просто прогуливаясь в магазин или из магазина, навестите кого-то со своих знакомых, друзей, ну, и, конечно же, вас кто-то вполне возможно посетит. То есть у вас дома может быть некий такой небольшой сабантутчик. Как говорится, стол накроете и вы. Конечно же, это может внести некий такой, как бы, дисбаланс в вашу жизнь, потому что вы вроде как и не ожидали гостей, а они приперлись на то и праздник. Личная жизнь будет от вас требовать большей такой внимательности, уважения, чувствительности. И не забудьте о безопасности, потому что год заканчивается, очень много нерешенных проблем не только у вас, но и во Вселенной. Избегайте споров, не слушайте сплетен, не таите обиды, прощайте и идите к свету. Девы мои дорогие, удачи вам! Весы. Ну что, мои хорошие, всё хорошо, хорошие дни, ну какие-то планы могут поменяться, да бог с ними, с этими планами. Кто-то куда-то вас подцепит, заставит, уговорит, убедит, я не знаю, что-то сделает, но вы куда-то махнёте, не глядя. То есть какие-то мероприятия, какие-то, может быть, встречи, может быть, какие-то застолья вас обязательно ожидают. Вот просто это неделя для вас, для такого корпоративного, я бы сказала, отдыха. Вы многие, очень многие обязанности отложите, вам надо отдохнуть, ну и, конечно же, вот эти возможности, которые вам предоставятся, ну согласитесь, не каждый день вас куда-то приглашают или же зовут, а если не зовут, потому что, друзья мои, я ведь говорю о том, что вас вот возьмут в охапку, посадят в машину и повезут. Нет, мои хорошие, некоторым просто кто-то поделится, значит, предложите, а могу я с тобой пойти, потому что это прогноз общий, ну вы понимаете, да, так вот, не оставайтесь за бортом этой недели. Отдыхайте, идите в массы, идите в народ. Что касается работы, то все дела, вообще все, что касается работы, все будет удачно, все будет, скажем так, нормально, на уровне. У вас будут некие подарочки от ваших коллег, возможно, начальство подарит, но в советское время всем сотрудникам дарили конфеты, даже тем, у кого не было детей. Личная жизнь с 23 по 29 декабря, а мы рассматриваем именно эту неделю, конечно же, она будет очень хорошей, она будет энергетически такой, легкой, ну, еще же все зависит от вас, вы мои хорошие, ведь поймите, можно испортить все, что хотите, даже настроение. Надо быть терпеливыми, вам удастся тогда с партнером по браку, по постели, если уж хотите, испытать вот такой вот момент и такого счастья, даже не в интимном плане, я имею в виду, а в плане общения, в плане какого-то участия в каких-то мероприятиях. Если их не предвидится, сходите погуляйте, сходите в торговый центр, сходите на улицу, сходите в лес, вы посмотрите, какая красивая погода, сейчас в интернете шутят, бабье лето было в сентябре, бабье было в октябре, в ноябре и в декабре. Как хорошо ведут себя наши бабы. Так вот, надо сходить и посмотреть вот на эту красоту. Ну, вы будете, конечно же, в хорошем романтичном настроении. Я думаю, что я вам его уже создала. Праздничная прогулка это идеальная возможность даже для тех, кто одинок. То есть, вы можете познакомиться, знаете, при помощи каких-то взглядов, переглядываний. Только смелее, весы, все, давайте чистим ботинки и на прогулку. Удачи! Скорпиончики, вас ждут более спокойные дни. Наконец-то! Кто-то с вас в комментарии под прогнозом вот с 16 по 22 декабря написал, что валерьянка уже не помогает. Да ну ее, эту валерьянку! Все, мои хорошие, смотрим в зеркало, наводим марафет, инвестируем и инвестируем в себя какие-то финансовые вливания. Может быть, какую-то косыночку, может быть, какой-то галстук, может быть, какой-то шарфик мужчины, может быть, просто хорошее настроение и что мы делаем? Отдыхаем. Отдыхаем, вливаемся вот в этот вот настрой праздничный, я говорю о 25 декабря, это Рождество католическое. И не важно, католик вы или православный. Что касается православных, то мы широкие, люди широкой души, и мы празднуем все праздники. Правда? Нам хорошо. Но я хочу сказать, что одинокие скорпионы, вы мои хорошие, вы можете как раз вот на этом вот клочке уже уходящего года, вот в эти дни познакомиться с какими-то интересными людьми. Это могут быть даже ваши спутники в дальнейшем по жизни. Самое главное, не хлопайте вот этими огромными глазами, ресницами, а растворитесь в том взгляде, который на вас остановится. Поверьте, вы будете поражены. Ну, конечно, в разумных пределах, а то потом мне придется еще быть и бабушкой. После праздников стоит встретиться или же переговорить с какими-то людьми, которые важны для вас, для вашей семьи, для вашей работы, для ваших каких-то проектов. Это могут некие быть даже предложения или же планы, которые вы уже наметили. Поэтому отдохнули и, как говорится, в работу. Я уже сказала, что знакомства интересные вам обеспечены. Предложения, которые будут к вам поступать, можно добиться профессионального успеха, можно какие-то строить на них какую-то платформу профессиональную. То есть вы понимаете, можно что-то менять в своей профессии, почему бы и нет. зондируйте эту тему. а после Нового года уже можно будет более как-то более разумно, более тщательно это все изучить. Ну, а Рождество 25 декабря отдыхайте. Вам нужно расслабиться, выспаться, принять хорошую ванну, может быть, в баньку сходить. Все будет хорошо. Удачи, скорпиончики. Стрельцы, дорогие мои стрельцы. Приближается Рождество 25 декабря, Рождество католическое, и не важно, православный вы или католик, не важно, это праздник, это праздник, который, вот он в воздухе, везде кругом, как бы, куда ни посмотришь, везде Рождество. А мы, славяне, или православные люди, мы празднуем все праздники. Ну, так а чё ж нам отказываться ещё от одного праздника. Я думаю, что квартиры мы уже убрали, ёлки можно ставить, отдыхайте. Мысли об отдыхе вообще доставят вам некий такой, знаете, энергетический подъём, вот этот позитив. Ну, после праздников стоит или же надо обязательно выделить время для ещё встреч, каких-то звонков с друзьями, родственниками. Надо их всех посетить, возможно, а если не удаётся посетить, то позвонить и сказать «Здравствуй, это я, вот мы» и так далее и тому подобное. Заканчивается старый год и всё, что прошло, пусть оно уходит. Вам это очень надо, потому что для многих стрельцов 2020 год будет сложным, особенно те стрельцы, которые перешагнули уже 50-летний рубеж, поэтому надо каким-то образом уже оставить всё позади. Венера, Венера, женщина, это красота, это подарки, это вообще всё хорошо, то есть, в общем-то, гармония, гармония и гармония, да ещё с красотой. Ваши дела по дому, одежда, вот какие-то подарки, вот всё, что связано с праздниками, всё это будет решаться, всё будет интересно. вам, конечно же, посетит некая такая усталость, финансовые как бы издержки будут, но ничего страшного, вы из тех людей, которые делают всё с удовольствием и деньги тратить будете тоже с удовольствием. Единственное, что, что запомните, у вас должен быть бюджет и что-то должно всё-таки остаться, поэтому вот свою душу для своих близких, родных, которые вы будете открывать, особенно для детей, может быть, для родителей, для своей половинки, для родственников, ну, немножко как бы притормозите, то есть у вас должен быть некий бюджет. Что касается работы, то неделя с 23 по 29 декабря она обещает такое, знаете, некое позитивно-романтическое настроение, рабочее настроение, поэтому всё будет красиво, всё будет, знаете, пахнуть праздником, да, ну, и, конечно же, важные люди будут у вас, как бы вам сказать, вот, что касается каких-то важных людей, которые для вас очень важны, несколько будет сложновато с ними контактировать, может быть, где-то решить какие-то вопросы, я говорю о важных людях, это, возможно, это директор, возможно, это руководитель, может быть, не тот руководитель конкретный ниже, а есть ещё выше руководитель, поэтому всё равно, всё, что будет как бы запланировано, какие-то контракты, какие-то сделки, всё будет проходить хорошо, самое главное, что вы, когда будете их проворачивать, ну, я уже так скажу, вы должны быть уверены, потому что, если вы будете идти с какой-то бумажкой к руководителю и будете трястись и бояться, а на вас это не похоже, хотя внутри где-то кролик там какой-то сидит, то, конечно же, ничего не получится, поэтому у вас очень хороший период, у вас, стрельцы, всё получится, удачи. Козерошки. Ну, что, мои хорошие, козерошки. Неделя с 23 по 29 декабря это деньги. Вот у всех подарки, у всех женщины, мужчины, романтика, у вас деньги, но ничего страшного, зато у вас есть шанс кого-то где-то подцепить на какие-то такие вот дела, которые, конечно же, рассыпятся над вами денежным каким-то золотым дождём, то есть денежных поступлений вам не избежать, они будут. Действуйте быстро, ваши мечты, вот всё, что касается службы, зарплаты, всё будет исполнено. Единственное, что, что вот есть у меня вот такая вот обойма козерошков, это вот на рубеже 24, 36, и 48, ну вот 12-летние циклы, там немножечко, чуть-чуть может планета как бы, знаете, как я говорю, не додать, но это только для того, чтобы вы ощутили некую такую потребность, что надо что-то менять, надо что-то менять, надо, надо, надо работу искать, надо партнёров искать, надо подработки, то есть всё вот так вот, как говорится, надо бегать, 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 ну, когда-то ж надо и бегать, да, Юпитер даст вам, конечно, хороших людей, доброжелательных людей, с которыми можно работать, но я боюсь, что не все козероги этим воспользуются, но обязательно надо хотя бы воспользуйтесь их советами, какими-то предложениями, возможно, не отказывайтесь, не отбрасывайте руку, которая будет протягиваться, её надо попридержать, ваша личная жизнь тоже начнёт как бы бить ключом, у вас появятся некие отношения, у вас появятся некие перспективы, у вас появится желание чего-то поменять, то есть это уже говорит о том, что 2020 год уже шагает по планете, и вы ждёте каких-то подарков, вы ждёте каких-то сюрпризов, а это значит, что всё будет хорошо. Стоит отправиться, может быть, в какое-то небольшое путешествие, но я не думаю, что это надо куда-то лететь, куда-то ехать, время сейчас такое сложное, попутешествовать можно и у себя во дворе, вы так давно не видели, что у вас сзади, там, за огородом где-то делается, что я думаю, вам будет даже это интересно. Можно сходить куда-то на прогулку, можно сходить куда-то в торговый центр, только не 25-го. Это католическое Рождество, и несмотря на то, католик вы, православный вы человек, всё равно надо уделить этому внимание, потому что некое такое единение энергетики, оно вам очень-очень надо. Те козероги, которые ещё одиноки, которые не связали себя узами брака или другими, скажем, вот я всегда гражданские браки не блудуют, могут появиться некие интересные знакомства, могут появиться некие такие отношения, поэтому вы можете, конечно же, рассчитывать на какой-то флирт в конце недели, то есть ближе к 29 декабря. Ну что, одинокие, я вам уже сказала, что вы можете встретить, так что не сидите, ну и я хочу, что именно такой же, такой же человек, такой же несмелый, такой же, которому вроде как и не надо отношения, может появиться у вас на вашем пути, поэтому это может быть очень красивый и безумный роман, чего я вам и желаю. Я хочу, чтобы этот безумный роман закончился красиво, свадьбой, рождением детей, ну а дальше, как говорится, по сценарному плану, как создается у нас славян семья. Удачи. Водолейчики. Очень много различных событий, звезды вас не оставят, вы получите очень много хороших новостей, приглашений в необычные какие-то места, мероприятия, вы можете быть гвоздем программы, но тем не менее у вас времени хватать не будет, потому что у вас есть свои какие-то планы, ваша половинка будет против каких-то мероприятий, и я думаю, что все, что к вам будет идти, а вы знак воздуха, поэтому информации будет много, приглашений много, выбирайте сами, но что-то хорошее, все-таки судьбоносное вам, как говорится, вселенная подарит. Венера, Венера, женщина, это красота, это счастье, это удача, она, конечно же, позволит быть вам, как говорится, на гребне славы, на гребне внимания, если вы где-то появитесь, популярность вам и внимание обеспечены. Хочется сразу сказать вот такая вот немножко может быть неприятная вещь, ложка дегтя, надо примиряться с неприятелями, какие-то старые недоразумения, ссоры, где-то что-то надо закрывать, у вас очень много нерешенных, я бы не сказала, что это проблемы, но это те дела, которые надо закрывать, вы сами тормозите, закрываете дверь в будущее, как бы, не смотря на то, как у вас развиваются ваши события, как вы проживаете вашу жизнь, но если у вас есть какие-то личного плана, дела незакрытые, а еще есть и какие-то такие дела, которыми не хочется заниматься, они вроде как бы уже мхом поросли, надо закрывать, мы переходим на новый рубеж, на новый рубеж развития, это 2020 год, и именно вот эта неделя с 23 по 29 она, конечно же, даст вам, вернее, она сулит вам и везение, и счастье, и не только в каких-то вот завершающих таких вещах, но и, конечно же, в личных отношениях, в романтических. Неделя, особенно конец, будет так богат, богат как бы какими-то рабочими планами, профессиональными идеями, какими-то как бы сказать, заданиями, да, ну и также вы сможете совершить какие-то удачные покупки, подарки. В Рождество надо обратить, конечно же, внимание на своих близких, на своих детей обязательно, уделите больше внимания делам семьи, ну, кто-то будет ожидать только, скажем, застолья, это может быть мужской половиной касается, потому что мужчины водолея, они очень любят вот такие вот застолья, они любят даже участвовать, чтобы накрыть стол, ну и, конечно же, будет вам некая такая конкретная помощь, конкретный совет, и все у вас будет хорошо. Единственное, что, что в 2020 год вы должны закрыть все свои какие-то проблемы, поверьте, вам только надо поднять пятую точку, и что сделать? Пойти туда или куда вам надо, где лежит ваша проблема, и закрыть эти вопросы. Удачи! Рыбки мои хорошие, золотые рыбки. Ну что, даже если вы не хотите эту неделю, как говорится, праздновать со всем католическим людям, а вы православная, возможно, рыбка, все равно вам не удастся остаться в одиночестве. Вы будете востребованы, вам будут звонить, вас будут приглашать, вы будете на гребне такого внимания. Очень много людей, даже я бы сказала, такие, знаете, разносортные, разные люди будут ожидать, скажем, общения с вами, вы будете интересны, вами будут интересоваться, с вами захотят пообщаться, открывайтесь, открывайтесь, просто-напросто светитесь, вот своей чешуей, чешуей, почистили перышки, да, и вперед, только не бросайтесь вот в этот темный омут, следите за своим мыслительным процессом, следите за своей энергетикой, улыбайтесь, улыбайтесь, не вот этот вот акулий, а скал, а красота, красота, дарите людям тепло, и не смотрите на людей, которые когда-то вам портили настроение, или у вас были какие-то с ними недомолвки, поверьте, они могут быть такие же рыбки или акулы, как и вы, поэтому это время, когда 20-й год это новая веха, это новое некое такое рождение нового мира, нового какого-то порядка даже в стране, не то, что во вселенной, поэтому старайтесь все вот это минимизировать, все это убрать, добрый мир или худой мир, лучше такой даже обиды, отправляйте обиды, ненависть и зависть, все-все-все-все, убирайте, рыбки, мои золотые, вы же сама красота и любезность, с вами, у вас такая хорошая мягкая энергетика, что касается финансов, то могут быть какие-то поступления, но это будет какое-то, знаете, я скажу так, может быть, кому-то будут где-то помощь оказывать, а может быть, вы где-то в каком-то месте окажетесь, и заодно где-то вселенная и вам с барского плеча что-то отвалит, поэтому настраивайтесь на какие-то финансовые вливания, кого-то кого-то наверное, озадачат все-таки какими-то обязанностями профессиональными, возможно, это будет некая новая работа, возможно, это будет некое повышение, но какие-то вот могут быть в конце года какие-то перемещения, но мои хорошие, это общий прогноз, есть еще у рыб есть такая вот как бы сказать я боюсь, что у некоторых рыб могут быть прекращения контрактов, потому что вот как я смотрю иногда по годам, делаю индивидуальные прогнозы, очень много такого волнения, непонятки, некоторые рыбы с этими непонятками войдут в новый год, но тем не менее мои хорошие, вы же все можете, вас две, одна в одну, вторая в другую сторону, обошли начальника с другой стороны, улыбнулись, да, только главное, когда будете улыбаться, не плачьте, уберите, то есть я имею в виду, чтобы глаза светились радостью, не надо, не надо расстраиваться, все будет хорошо, поверьте, вы будете востребованы, вам не на что в этой жизни жаловаться, уран с вашего знака уже ушел и ушел давно, так что стоит выехать или выйти куда-то на прогулку, прогуляться, хорошо, если это будет возле воды, если нет, значит пойти на какое-то мероприятие, напроситься в гости, а может быть просто прийти без приглашения, но вы же умеете, вы можете прийти с небольшим красивым подарочком и все будет хорошо, поэтому совершайте безумие слепую, если можно так сказать, но с открытой душой и теплом, удачи мои хорошие, будьте здоровы и по возможности